Привет, с вами Сойер, канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня поговорим про качество и корректность программного обеспечения. Если вас спросить, вы делаете качественный софт, то наверняка ответите положительно. Ну, по крайней мере, было бы странно говорить, что вы делаете плохой софт для того, чтобы просто заработать денег. Мало кто так признается, хотя есть и такие наверняка. Но, тем не менее, вы делаете софт и наверняка считаете его качественным. Но если вас попросить сказать, а почему вы считаете, что ваш софт качественный, то, наверное, вам будет трудно ответить однозначно. Вы начнете говорить про удобство использования, надежность, юзабилити и так далее. То есть вы начнете описательно говорить о том, почему ваша программа может считаться качественной. Тем не менее, качество программного обеспечения имеет свое определение. Это способность программного продукта при заданных условиях удовлетворять установленным или предполагаемым потребностям. И таким образом, интуитивно вы правильно предполагаете, что если ваш софт хорошо выполняет ту или иную работу, то он удовлетворяет потребности ваших заказчиков, ваших пользователей и тем самым является качественным. Но тем не менее, чтобы более формально определить качество, есть даже модель, которая определена стандартом в ГОСТ и включает в себя такие направления, как функциональная пригодность, уровень производительности, совместимость, удобство использования, надежность, защищенность, сопровождаемость, переносимость. То есть качество это совокупная оценка удовлетворения потребностей в разрезе вот этих уровней или категорий. Таким образом, качественный софт это тот, который наиболее полно удовлетворяет всем перечисленным требованиям и удовлетворяет все перечисленные потребности пользователей. И понятно, что качество нельзя определить легко, да, то есть по мнению одного человека софт может быть качественным, по мнению другого человека софт может быть некачественным. Таким образом, качество это, в общем-то, такая оценка большинства. То есть, чем больше людей считает ваш софт качественным в разрезе каких-то моделей, тем лучше. Соответственно, софт, который удовлетворяет потребности большинства, можно считать качественным. И вот такая сложная оценка, она всегда говорит о том, что мы можем не согласиться с ней. То есть, мы можем сказать, что нет, мы все равно считаем наш софт качественным, классным. И то, что люди его не оценили, не захотели им пользоваться, это их личные проблемы. И в этом смысле нам нужна более точная, более понятная оценка. И в этот момент нам приходит понятие корректности. То есть, в первую очередь, мы хотим, чтобы наш софт, наш результат работы как программистов был корректным. Не мы разрабатываем в конечном итоге интерфейс, не мы определяем, как должно все работать, не мы определяем требования юзабилити, не мы определяем фичи, которые должны быть реализованы. Наша задача сделать все корректным. И для нас, как для разработчиков, корректность, это, наверное, одна из основных оценок, которая дается в контексте качества. Если софт корректен, то мы спим спокойно, потому что мы, по сути, выполнили основную свою задачу. Сделали все в понимании нашей работы хорошо. И здесь нужно, опять же, оттолкнуться от корректности. Что вкладывается в понятие корректности, если мы возьмем разные справочники и ту же самую Википедию? Корректность – это способность программной системы работать в строгом соответствии со своей спецификацией. То есть, у каждой программы должна быть спецификация, которая описывает, как она должна работать. И если у нас этой спецификации нет, то программа сама является своей спецификацией. Она по умолчанию является корректной. То есть, если нам все равно, если мы не специфицировали, как должна себя вести программа, и у нас есть произвольная программа, то она сама для себя является спецификацией. Таким образом, говорить о некорректности можно только, когда есть описание требований в виде спецификации. И мы можем каким-то образом сравнить те требования, которые и есть, с теми, которые реализованы в программе. И здесь нужно понимать, что любая программа относительно себя всегда будет корректной. То есть, любая программа реализует какую-то спецификацию, которой она сама и является. Но может быть так, что эта спецификация не соответствует ожиданиям пользователя и тому, что описано в документе, или описано словами, или еще как-то описано именно в формальной спецификации работы ПО. Вы ловили этот момент. То есть, корректно – это когда у нас есть какая-то спецификация, и мы ей соответствуем. Некорректно – когда у нас есть какая-то спецификация, и мы ей не соответствуем. Ну и, соответственно, промежуточное состояние – это тоже все говорит о том, что наша программа некорректна. То есть, если мы почти корректны, то значит, мы некорректны. Если у нас есть хотя бы одна функция, которая не реализована корректно, то и вся программа не может считаться корректной. Не бывает так, чуть-чуть беременна, это не про нас, не про разработку программного обеспечения. И тут возникает вопрос, окей, у нас есть спецификация, у нас есть программа, а как узнать, что программа корректна? Ну, то есть посмотрели на спецификацию, посмотрели на программу и что дальше? И вот здесь мы приходим к пониманию того, что установить соответствие нужно через какие-то тесты. И на самом деле, любая стадия разработки программного обеспечения неразрывно связана с тестированием. И стадия, по сути, определяется результатом этого тестирования. Я сниму еще одно видео про стадии разработки программного обеспечения и в нем расскажу, какие они бывают. Но в любом случае, переход из одной стадии в другую осуществляется на основе результатов тестирования. Почему это так? Да потому что тестирование это тот способ определения корректности, который наиболее распространен в разработке программного обеспечения. Тестирование это, когда мы определяем объем тестов, выполнение которых в положительном ключе будет говорить нам о том, что мы соответствуем спецификации. Это не доказательство корректности, это лишь ограниченный набор тестов. И чем более он полон, чем более он разнообразен, тем точнее мы сможем говорить о соответствии спецификации. Но мы никогда не можем гарантировать, что мы полностью ей соответствуем. Поэтому тестирование это тот способ, который позволяет установить корректность, ну что называется, интуитивно, да, то есть не точно. Именно в том объеме, в котором нам надо. И тогда мы вынуждены говорить, что соответствие спецификации и корректность это выполнение наших тестов. То есть если мы выполнили все тесты и все они прошли успешно, то значит мы корректны. Потому что иное определение заставило бы нас прийти к верификации через какие-нибудь математические модели, через математические методы. И такой способ доказательства программы целиком, он очень сложный. То есть верификация через формальные модели и доказательство корректности программы, оно бы нас привело к очень сложным затратным процедурам. Выполнение которых в большинстве случаев не требуется. В принципе нам достаточно определить интуитивно, императивно набор тестов, которые нас устроят. И тогда мы можем говорить о корректности в рамках этих тестов. И нас это будет устраивать. Таким образом, когда мы говорим о корректности, в большинстве случаев на практике мы говорим о протестируемости. То есть о том, насколько хорошо мы протестировали нашу программу. О том, насколько наши тесты выдают положительную оценку работы программы. И понятно, что небольшой объем тестов будет давать ложную оценку корректности программы. Большой объем тестов будет делать это лучше. Но вот определить оптимальный объем тестов в практическом смысле невозможно. Всегда нужно стремиться к тому, чтобы ваша программа в первую очередь была качественной. То есть удовлетворяла потребности ваших пользователей. А во вторую очередь корректной. Потому что понятно, идеальной корректности, стопроцентной корректности абсолютно программ без багов не существует. И доказать, что в программе нет багов практически очень сложно. Достаточно остановиться на наборе тестов, которые будут показывать качество программного обеспечения для удовлетворения потребностей пользователей. И вот этот баланс нас, как программистов, и должен волновать. Мы не должны быть идеалистами, которые всегда говорят корректно, если доказано. В нашем случае корректно, если протестировано. Таким образом, корректность программного обеспечения мы проверяем путем тестирования. Объем тестов определяем эмпирически на основе нашего опыта. А, собственно, качество программного обеспечения определяем через то, насколько наши пользователи нами довольны. Насколько много звезд в нашем программном обеспечении на том или ином агрегаторе исходного кода. Или положительных отзывов. И таким образом балансируем. Надеюсь, о корректности и качестве программного обеспечения стало чуть более понятно. В следующем видео поговорим о стадиях разработки программного обеспечения.